Окей, если говорить о поликлиниках или о больницах в Польше, то прежде всего нужно понимать и знать, что скорая не выезжает по каждому запросу, по каждой надобности. Если у взрослого или у ребенка температура, пускай даже 40, маловероятно, что скорая к вам приедет. Мы в Украине, например, там, где я жила, мы привыкли, температура 38-39, ну, то есть уже там, ну, окей, 38, еще не звоним в скорую, но температура 39-40, обязательно звоним в скорую, скорая приезжает, потому что кому-то плохо. Или же, допустим, там, температура держится, та же самая 38, но держится, там, 5-6 дней, человеку плохо, человек не сильно в состоянии дойти до больницы сам. И никто, как бы, не идет или не едет в поликлинику, в больницы самостоятельно, если там вот прям, не знаю, не критический какой-то случай. За время жизни в Польше я уже к этому привыкла. Скорая выезжает только на случай ДТП, на случай сердечного приступа, на случай реально такие экстренные. И вот в этих экстренных случаях скорая выезжает так, что действительно машины уступают дорогу, действительно все разъезжаются во все стороны. Скорая едет с мигалками на всех скоростях и приезжает достаточно быстро на место происшествия. То есть так как там в Украине скорую 2 часа никто не ждет. Но, как бы, минус в том, что если все-таки человеку реально плохо, не знаю, ну, например, разрезал руку, ногу, температура высокая, то это все те случаи, когда надо ехать в больницу самостоятельно. Есть в Польше такое, как СОР. Сейчас я напишу, как это называется на общем чате. Это вот так, скорая, пункт приема людей, граждан. Видно на чате? И что необходимо сделать, когда нам нужно все-таки на скорую? Берется такси, в интернете быстро находится ближайший вот этот пункт СОР. Даже если не ближайший пункт СОР, то любой, в котором где-то в интернете написано, что сейчас этот пункт открыт. И едется в этот пункт приема граждан, там в такой, как бы, экстренной ситуации. Но перед тем, как ехать, лучше туда перезвонить. Особенно необходимо перезвонить, если речь касается детей. Потому что не в каждом СОРе работает педиатр, и не в каждом СОРе работает врач, который может осмотреть ребенка. Поэтому, ну, как бы, для взрослых в каждом СОРе будет оказана первая медицинская помощь, и какое-то направление будет выписано, что делать дальше. Но вот с детьми посложнее, потому что лучше все-таки туда подзвонить, с ними поговорить, объяснить, какие проявления болезни, какие симптомы. И только после этого скорая помощь примет, там, решение, там, врач на линии скажет вам, что делать. Ехать к ним или не ехать к ним, и что вообще делать в данном случае. Что важно помнить и понимать? Значит, по вот этим ковидным всем ситуациям есть отдельная инфолиния. И тоже в интернете пишем просто ковид, инфолиния ковид. И тогда не на скорую едется или не в поликлинику звонится, а звонится на эту инфолинию, конкретно по ковиду. И они тогда могут направить к вам бригаду врачей, которые приедут в комбинезонах, соответствующим образом одеты, соответствующим образом полностью экипированы. Они там снимут мазки, сделают тест, в случае надобности делают какой-то укол или еще что-то. И тогда, опять же, в случае надобности госпитализируют. Но, честно, в случае ковида мало кого госпитализируют. То есть уже в более сложных ситуациях, в более сложных случаях госпитализируют, а во всех остальных случаях просто на дому оказывают помощь, сразу сглашают, то есть дают информацию о том, что этот конкретный человек заболел в санэпидемстанции, и этого человека садят на карантин. Это так выглядит в случае ковида. Дальше, когда приезжаем на эту скорую, на этот ссор, прежде всего спрашивают номер PESEL. Что такое номер PESEL? Это налоговый номер, польский. В этом налоговом номере 11 цифр. Он обычно начинается с даты рождения. И этот налоговый номер получает только тот, кто уже территориально приехал, пребывает в Польше. Его выдают на основании каких-то соответствующих документов, подтверждающих опыт, то есть пребывание человека в Польше. Это может быть и в первую очередь выдается PESEL на основании оформления прописки. То есть мы берем договор аренды, идем в ужин, в ужинте нам выдают прописку и вместе с этим номер PESEL. А это все бесплатно, только просто занимает времени сам вот этот процесс получения документов, потому что это надо пойти в ужин. Дальше, если, допустим, нету договора аренды, то можно получить этот PESEL на основании трудового договора, то есть договора с работодателем. И еще момент. Можно получить этот PESEL на основании договора с учебным заведением, то есть, например, так, как с нашим университетом. Вот это поводы выдачи документов на PESEL. И PESEL необходим сразу при том, чтобы вам оказали какую-то медицинскую помощь. Потому что на основании вот этого номера PESEL они проверяют, вы вообще с глушения до ЗУСу. Что такое ЗУС? ЗУС – это налог от заработной платы, который называется как фонд социального страхования. Этот ЗУС, он оплачивается, и благодаря нему мы получаем первую медицинскую помощь в стране. Ну, не только первую медицинскую помощь, то есть любую медицинскую помощь внутри страны. Мы на прошлом нашей встрече затронули тему беременности, родов в Польше и так далее. То есть полностью все вот это обслуживание было бесплатно. И роды были бесплатны, и обслуживание во время беременности на основании именно того, что у меня был ЗУС. Но ЗУС у меня был не лично мой, как я плачу налоги, а на этот период беременности я присоединилась к ЗУСу мужа. Как этот процесс выглядел? Всего-навсего необходимо было мужу обратиться с заявлением в отдел кадров у него на работе и подать туда в список свою жену, то есть меня. При этом не было вообще никакой необходимости, например, оформления каких-то дополнительных документов или это не является каким-то дополнительным налогом. То есть я, как сотрудник любой компании, которая работаю на официальной заработной плате и оплачивая налоги, получаю доступ к медицинскому обслуживанию на основании вот этих своих налоговых платежей. При этом, имея вот этот доступ, выглядит это следующим образом, что они по номеру ПЭСЭЛ видят, я зарегистрирована, я плачу налоги, или я не зарегистрирована, я не плачу налоги. Если видят, что зарегистрирована, плачу налоги, все в порядке, то оказывают полное медицинское обслуживание. В случае, если не зарегистрирована, они тоже окажут полное медицинское обслуживание, но потом выставят счет. Последний счет за экстренную госпитализацию, которую я видела от наших учеников, был на сумму 2200 злотых. Счет за экстренную госпитализацию, по-моему, был аппендицит. То есть сделали экстренную операцию, и через два дня человека выписали из больницы. Но был счет на 2200 злотых. Что делать, если мы не оплачиваем налоги, если мы, допустим, как вы, Павел, фриланс, потому что наверняка этот вопрос уже в голове где-то созрел, пока я это все рассказываю. В таком случае есть два варианта. Первый вариант, если вам до 26 лет, тогда можно податься на ЗУС на основании студенческого нашего билета, и этот ЗУС будет стоить всего-навсего 50 злотых в месяц. Если же подаваться в ЗУС на основании студенческого билета, но тем, чей возраст уже после 26 лет, это будет стоить 450 злотых в месяц. Дороговастенько. Другой вариант – обслуживаться у частного врача только в тех экстренных ситуациях, когда возникает потребность, и такое обслуживание у частного врача обходится порядка 150-250 злотых за один вызов. То есть вы, получается, по факту вызываете скорую помощь на дом, то есть такого частного врача, с которым вы себе решили, что у него будете обслуживаться, но вы не платите там ежемесячно как-то, вы платите только единоразово за конкретный его приезд, за то, что он вас послушал, с вами поговорил, выписал лекарство, выписал какой-то рецепт, потом к нему обращаетесь периодически по вот этому рецепту. Дальше. Есть частные страховые компании, и одной из самых крупных таких страховок является страховка по ПЗУ. То есть не обязательно подключаться, например, к страхованию, Наталья, выключайте микрофончик, потом будете задавать вопросы, если они, по ходу, будут возникать. Пока рассказываю, а вы себе сразу формируете этот список вопросов, которые возникают. Так, остановилась на том, как оформляем страховку в частных организаторах. То есть если вы старше, 26 лет, и оформить страховку самостоятельно на NFZ, уже дорогостоящее удовольствие, а NFZ в таком случае не самый эффективный способ. ПЗУ будет лучше, потому что такое медицинское обслуживание на ПЗУ будет стоить от 250 до тех же самых 450 годных методов частных. Но при этом у вас будет реальный доступ к врачам, потому что, например, на NFZ есть классный аспект. То, что беременность бесплатна, то, что доступ к врачам, в принципе, абсолютно всех бесплатный. В терапевту вы можете попасть нормально, без проблем. Вы можете попасть, ну, то есть если вдруг что-то происходит, и взрослый ребенок попадает в больницу, то полностью все там полежать в больнице, обслуживание в больнице, в том числе и лекарства. В Польше нету такого, что вам выписывают целый список лекарств и отправляют вас в аптеку, идите покупайте. Вот это нам надо для того, чтобы вам провели операцию. Так вот, все лекарства сразу будут включены, и капельницы поставят, и все сделают полностью, все медицинское обслуживание будет бесплатно. Но больше это касается именно терапевта, и экстренных каких-то ситуаций мы попали в больницу. Здорово. Но если это, например, нужен конкретный врач, гастроэнтеролог, или нужен конкретный врач, кого придумать, не знаю, что-то там с позвоночником, есть какая-то проблема, надо пойти проверить состояние позвоночника и так далее, то вот этих узкоспециализированных врачей будем мы записываться по NFZ и ждать порядка полтора-два месяца записи. То есть мы сегодня позвонили, сказали, что нам надо к гастроэнтерологу, и будем ждать два месяца, пока нас он бесплатно не примет. Поэтому, получается, все, кто обслуживаются на NFZ, обычно решают на NFZ все свои базовые потребности, такие, попасть к терапевту, или к гинекологу нормально можно будет попасть, то же самое к урологу нормально можно будет попасть, но если что-то как бы нестандартное, какая-то конкретная болезнь, а не там, не знаю, срочно попали в больницу с температурой, то тогда надо будет все равно, ну, допустим, большинство семей из нашего окружения вызывает платного врача или договаривается о приеме с частным платным врачом, и такой прием стоит, вот так, как я озвучила уже ранее, от 150 до 250 злоток за один прием, за один визит, за одну такую консультацию. Поэтому, когда я озвучила за PZU, PZU – это частная страховая компания, но достаточно крупная, то у них, вот уже обслуживаясь на платном основании, нормально можно будет попасть к специализированным всяким врачам, без вот этой сумасшедшей очереди в полтора-два месяца. Но там процедура оформления страховки выглядит по-другому. То есть мы идем в страховую компанию, непосредственно в Польше, которая навевается PZU, подписываем с ними контракт на долгосрочное обслуживание. Контракт подписывается на период минимум, по-моему, 3 месяца, максимум 2 года. Но чем короче период, тем дороже будет стоить ваше ежемесячное обслуживание. Дальше. Подписали мы контракт. Например, выгодным контрактом является такой контракт на 1 год. И мы ежемесячно оплачиваем страховые взносы и имеем доступ нормальный ко всем врачам таким стандартным, плюс вот этим специализированным. И дальше. В случае, если что-то произошло, мы уже не едем на СОР, не ищем какую-то поликлинику. А у нас в этом контракте прописаны номера телефонов инфолинии. Мы звоним на эту инфолинию, озвучиваем, какая у нас проблема. И они дальше нам озвучивают, что мы можем вас записать на завтра, на такое-то время. Или мы можем вам прислать врача на дом. Вот это будет выглядеть вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот в такое время подскажите, пожалуйста, когда вам подходит. Поэтому, обслуживаясь на ПЗТУ, на этой частной страховке, мы получаем, конечно, больше сервиса, нежели это государственное обслуживание. Качеством это не отличается. То есть сказать, вот сервиса больше, да. А качество в плане осознанности, умственных каких-то, не знаю, параметров врачей или, в принципе, того, что врачи понимают свое дело. Но вот не каждый врач, то есть то же самое, что в Украине, то же самое, что в России. Вот обслуживаясь что на МФЗ, что на страховках от ПЗТУ, ситуация будет выглядеть одинаково. Один врач будет компетентный, хороший, толковый, а на второго врача попадете, извините, стучу, откройте. Так это может выглядеть и так это выглядит в практике. Что еще? Можно я зафиксирую, немножко запутался в терминах. НФЗ – это страховка такая, скажем, государственная, да? Да. Ее стоимость в месяц порядка… 450 злотых, если вы старше 26 лет на статусе студента. 450? 450, да. В месяц? В месяц, да. Государственная. А добровольное страхование, вот это, которое называется какими-то другими буквами? ПЗТУ. Как? П-З-ТУ. Это тоже подписывается контракт на год, и там ценник от 250 до 450 злотых в месяц. Стоматология обычно не входит в страховки ПЗУ на НФЗ, то есть на государственной страховке. Стоматологию обслуживает один из десяти врачей. И обычно это не сильно качественное обслуживание. То есть прямо на страховке государственной к стоматологу попасть практически нереально. Если попали, то вам повезло. А если еще он сделал хорошо свою работу, то повезло вдвойне. Я пропишу эти термины, то есть НФЗ – это государственная страховка. ПЗТУ – это частная. А вот этот вариант, когда вызываешь к себе медика за, вот у меня написано 150-250 злотых за прием, это тоже… Это может быть реализовано на страховке ПЗУ, но тоже смотря какой врач. И это выглядит следующим образом. Вы звоните на инфолинию, и на инфолинии в ПЗУ тот номер телефона, который будет вам указан в контракте. И там, на этой инфолинии, вам скажет сотрудник, ну, например, вы описываете симптомы своей болезни, вы описываете, что с вами происходит. И вам в этом случае консультант на инфолинии озвучивает, мы вам готовы прислать врача в такое-то, такое-то время, такой-то, какой-то день. Подскажите, пожалуйста, вам подходит или нет? Вы говорите, да, подходит, хорошо. Вы говорите, нет, не подходит. Если нет, не подходит, то он скажет, а можете приехать завтра по такому-то адресу в такое-то время? Да, могу, хорошо. То есть обычно это будет выглядеть вот так вот. А когда я рассказывала за вот этот СОР, предыдущие три буквы, это скорая помощь, то есть пункты приема граждан, похожие на скорую помощь, то мы их, то есть там на государственной основе мы едем в эти пункты. Но если единоразово, у нас, например, ситуация, температура 39. Сейчас я закрою дверь, это студенты пришли. Вот так, хорошо. Значит, представим, что температура 39. Плохо себя чувствую. Не похоже, что это коронавирус. Потому что если похоже, что коронавирус, то будем звонить на инфолинию, которая называется конкретно коронавирус. Инфолиния санэпидемстанции. Но если не похоже, что это коронавирус, то тогда нам надо врач, к которому мы можем обратиться. И первый способ. Мы можем вызвать такси или сесть в свою машину и поехать на СОР, если у нас есть страховка государственная NFZ. Если у нас была выкуплена страховка ПЗУ частная, в таком случае мы звоним на инфолинию и оператор на инфолинии нам скажет, мы к вам привезем врача или вы приезжайте к нам по адресу. И у них разные пункты приема. То есть они смотрят, какая у меня поликлиника сегодня дежурит на этом ПЗУ и вас направляют в какую поликлинику вам приехать. А если у вас нет страховки ни ПЗУ, ни NFZ, то есть такой волшебный сайт, который называется... Сейчас вам пишу. Вот так вот называется сайт. И вы на этом сайте находите частного врача, звоните ему, описываете свои симптомы и договариваетесь о том, он приедет к вам или вы приедете к нему. И вот в такой договоренности вы не платите помесячно, как на NFZ, вы не платите помесячно, как на ПЗУ, а вы платите только единоразово за конкретный прием у конкретного врача. И иногда это проще. Этот врач может быть узким специалистом, в том числе, не только терапевт. Он может быть узким специалистом. То есть на этом сайт. И чем уже специалист, тем, возможно, дороже стоит этот выражение. Именно так оно. Для граждан и неграждан различаются ли цены вот к этим врачам разовое посещение? Или все равно, какой паспорт? Все равно. Одинаково будет обслуживаться как и поляк, так и украинец, так и россиянин, вне зависимости от. У них ценник будет подан сразу прямо на сайте. Вот этот знанный лекарь, вы заходите на этот сайт и вводите название врача, который вам нужен. Например, тот же самый гастроэнтеролог или, например, тот же самый семейный врач или терапевт. То есть та помощь, которая вам сейчас нужна. выбивает, например, 10 врачей-терапевтов. По каждому из них написан ценник и описание этого врача. И причем не просто описание этого врача, но даже написано, на каком языке он разговаривает. То есть, например, на том же самом сайте можно найти врача, знающего русский язык, и к которому можно записаться на прием, он к вам приедет и проконсультирует вас на русском. Это такой супермаркет айболитов получается, да? Да. Это удобно, да? То есть для тех людей, которые следят за своим здоровьем и им изредка, возможно, нужна помощь, что это самый удобный формат. Самый удобный вариант, именно. То есть, если у человека однозначно есть какие-то стабильные, тяжело так сказать, да, я уже привыкла общаться на польском, в общем, постоянные болезни, которые там обостряются в какой-то период, то лучше, конечно, взять тогда какую-то страховку, либо, ну, в данном случае лучше всего будет решением ПЗУ, частное страхование, ежемесячные платежи и ежемесячное обслуживание. Но если это, ну, как бы, иногда что-то происходит, раз в год я болею, а в принципе я не болею, то тогда лучше, конечно, вот, опять же, если ты как фрилансер, то тогда лучше пользоваться вот этим знаным лэкажем. Но если ты работаешь официально... Аллачка, вот и ты, вот, и Дианка тоже, Дина, Дина. Спасибо. Хорошо. А вот я написал, написано у меня, что НФСЗ, это страховка государственная, 450 злотых в месяц. Я ошибся. Если не ошибся, то почему лучше выбирать ПЗУ, а не НФСЗ, если у них одинаковая цена? Объясняю. Значит, еще раз. Если, ну, вот так вот, как ваша ситуация, то есть вы фрилансер, официальной работы в Польше, вы, скорее всего, не будете иметь, то есть не планируете иметь, в таком случае, в вашем случае, лучше выбирать ПЗУ. Почему? Потому что ПЗУ за те же самые деньги будет доступ к узкоспециализированным врачам. А в НФСЗ вы получите все сервисное, стандартное обслуживание, но если вам понадобится какой-то узконаправленный специалист, запись к нему будет длиться в течение плюс-минус двух месяцев. То есть для того, чтобы сегодня позвонить и записаться к гастроэнтерологу, вам придется отстоять в очереди на два месяца вперед. То есть ПЗУ это частное страхование, которое успешно конкурирует с государственным? Да, именно. Скажите, то есть можно... Наташа, позволите, потому что я, может, сейчас как бы половину вопросов... Да-да, конечно. Но если вы работаете на любой работе, частной, государственной, неважно, на любой работе работаете, то вы платите налог и у вас это NFZ уже входит в пакете. Потому что вы в любом случае оплачивая налог в своей заработной плате получаете полностью вот это NFZ-обслуживание. И вы дополнительно ничего тогда не платите. И если вы там дополнительно ничего не платите, то вы имеете бесплатный доступ ко всем стандартным врачам, но с специализированными врачами тогда проблема. И тогда за специализированными врачами идем на сайт знанный лекош и там ищем врача. И ПЗТУ тогда не нужно. Но это лишняя трата денег. Налог, который дает недоступ для медицинского обслуживания, он сколько процентов составляет от дохода? Большой. Это почти те же самые 450 злотых в месяц. Но это процент все-таки, да? Да, это процент. Я сейчас процент не скажу, не помню, потому что я всегда считаю налоги все вместе, ну и по всем сотрудникам вместе. Поэтому так вот отдельно взятого сотрудника процент не помню, не скажу. Но, например, с заработной платы минималки я отчисляю на НФЗ с одного сотрудника 417 злотых. С минимальной заработной платы 417 злотых. Это почти то же самое, что вот вы самостоятельно оплачиваете 450 злотых в месяц. А если это не минимальная заработная плата, то тогда я, естественно, отчисляю больше. Например, там, где у меня у девочек заработная плата 4,5 тысячи злотых, то я по ним в НФЗ отчисляю 739 злотых на минуточку. А получают одни и вторые обслуживание медицинское в НФЗ одинаковое. Вот вообще одинаковое. Остается порадоваться за медиков? Ну, такая система здравоохранения, так она устроена в Польше. Аргументируйте, что какая она есть. Подскажите, НФЗ это и есть ЗУС? Или это что-то другое? Да, НФЗ это и есть ЗУС. НФЗ это Народовый Фундуш Здравья. ЗУС это само государственное учреждение, которое побирает, собирает этот налог и перенаправляет его в НФЗ. Да, это ЗУС. Хорошо. То есть разницу между вот этими страховками НФЗ, разницу между страховками ПЗТУ, разницу как записаться частно к врачу и что такое СОР, плюс-минус усвоили или еще нет. Насколько далеко друг от друга СОР расположены? В целом городе их плюс-минус шесть или семь в ЛОДЗе. Ну, шесть или семь на такой город как ЛОДЗ это отдаленно. То есть надо с одного конца города ездить в другой, поэтому лучше сначала позвонить перед тем, как ехать, чтобы вас не подбуляли как футбольный мяч в том жутком состоянии, когда, блин, надо срочно помощь врача, вы приезжаете на один СОР, а они говорят, извините, мы сегодня не принимаем. Можете еще раз проговорить про СОР, потому что они с самого начала подключились. И как вообще... Девочки, знаю, вижу, что и мальчики тоже, что есть люди, которые подключились не с самого начала, но лучше я специально поставила на запись, вы посмотрите, пожалуйста, тогда в записи, хорошо, чтобы я уже не повторялась. Да, спасибо, хорошо, спасибо. Хорошо, окей, значит, как записаться к врачу, в принципе, частно, есть понимание. Еще хотела поговорить о медицинской страховке, которая на визу и на карту кобыта, потому что если у вас есть работа или если муж, жена официально работают, то вы дописываетесь к NFZ, то есть к ЗУСу, мужа, жены, и это ему, ей дополнительно ничего не стоит, вам дополнительно тоже ничего не стоит, это просто надо заполнить бланк и отдать его в отдел кадров, ни больше, ни меньше. Налоги, какие снимались, такие и будут сниматься. Просто необходимо подать данные ребенка, необходимо таким образом вписывать в страховку. Да, под этим зонтиком вот этого ЗУСа могут находиться супруги или супруг, да, и несовершеннолетние дети, я правильно понял? Да, да. А совершеннолетние дети уже должны свой ЗУС искать. Именно, да. можно еще взять на обеспечение старших родителей. Старших это за 50 лет. Например, я подключала к своей страховке своего папу, а к страховке мужа подключала его маму. Но, я свекров взять не могу, я и не кровная родня. А только своих родителей можно под этот зонтик тоже поставить? Да, можно. И муж и жена, которые не пребывают в официальном браке, тоже не могут состоять совместно в МФЗ. Потому что в своей практике очень часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда девушка забеременела от своего парня, они официально не расписаны. И тогда проблема состоит в том, как получить страховку, если, допустим, она не работала или работала на умове злыцения, ну и как бы никто ее дальше там особо обслуживать не будет, договор, ну, агенция, допустим, по трудоустройству вполне вправе ей расторгнуть. поэтому вот в таких вот ситуациях зачастую лучшим решением является расписаться, но проблема в том, что расписаться в Польше это очень долгосрочный процесс, и причем через суд. То есть чтобы расписаться в Польше, это надо быть настроенным на плюс-минус два года судебной всяких документации, доношение документов и так далее. Проще расписаться, например, в Честью поехать, если не хочешь выезжать за границы еврозоны, или выехать в Украину, там, допустим, во Львов, и там взять, есть услуга, которая называется шлюп за три дня, как-то так. Окей, ребята, у нас сейчас время закончится, давайте переподключимся и продолжим, буду отвечать еще подробно на ваши вопросы, потому что тема такая очень специфическая, здесь очень много тонкостей и однозначно вопросов, я понимаю, что у вас миллион, и нормально буду реагировать, если вопрос будет звучать, а что если там у моего ребенка вот случилась такая ситуация, как нам действовать, а что если, давайте с вами построим таких разных десять предположений, и вы на следующий раз будете вооружены, то есть будете знать, ага, если вот такая ситуация произошла, то действуем вот так вот, вот так вот, если такая ситуация произошла, то действуем вот так вот, вот так вот, теперь подключаемся, да? Так.